Здравствуйте! В большей степени это видео адресовано Комитету образования Читинского района. Ну и я думаю, что оно дойдет до прокуратуры районной, ну а еще лучше краевой. Объясню в чем дело. Все уже знают, что я давным-давно не работаю в газете, что сейчас я работаю педагогом-организатором в школе. И в этом году я устроилась на некоторое количество часов в детский дом творчества Читинского района. Там я веду кружок под названием «Школьный пресс-центр Вести от Савы». Родители, учителя все столкнулись с тем, что в этом году, с сентября месяца, все должны были зарегистрироваться в навигаторе дополнительного образования. Навигатор сделан для того, чтобы была прозрачность, так сказать, в работе кружков. Там создаются специальные журналы, где детки просматриваются, кто ходит на кружок, кто не ходит. У меня по факту в моем кружке 15 детей. Комитет образования ругает директора Дома детского творчества о том, что слишком маленький охват. Но давайте разберемся. Я работаю учителем в малокомплектной школе. У меня в школе всего 65 детей, 20 из которых подходят под этот кружок, которые обладают определенными знаниями и хотят в нем заниматься. Из этих 20, 5-6 детей, которые учатся в 9 классе, и они вообще не посещают никакие кружки, потому что они заняты подготовкой к ЕГЭ. Ну вот оставшиеся 15 человек как раз-таки посещают мой кружок и с большим удовольствием познают все азы работы журналистов, делают свою школьную газету, придумывают информационные поводы и так далее. Именно с этими детьми я делюсь своим опытом и своими знаниями. Я и многие другие педагоги были приняты с октября месяца, с 1 октября. Но несмотря на то, что с навигатором мы работаем, активно подключаем детей в этот навигатор, в журнале отмечаем посещаемость, проводим эти кружки. В начале года это было в обычном режиме, и сейчас пару недель уже занимаемся в режиме онлайн. И несмотря на то, что мы проводим работу, комитет образования решил, что мы недостойны зарплаты, что мы должны проводить это все бесплатно. То есть с октября месяца нам не было ни одной выплаты, ни мне, ни каким другим педагогам. И вообще сегодня сообщили, что навигатор якобы приостановили. Не знаю, сама не заходила в интернет, не проверяла, работает он или не работает. И ситуация складывается таким образом. Мало того, что мы не получили до сих пор зарплаты, дети к нам на кружки ходят, мы с ними занимаемся, мы не можем отказать. Лично я не могу сказать ребенку, так, ты сегодня ко мне не приходи, я никаких заданий тебе давать не буду, потому что мне два месяца не платят зарплату. Но я так не могу сделать. Мало того, что мы родителей достали просто с этим навигатором, потому что постоянно нам в вечернее время приходится делать лишнюю работу, писать различные сообщения. Валентина Ивановна, здравствуйте. Вы так и не добавили своего ребенка в кружок. Зайдите, пожалуйста, в навигатор и проделайте то-то, то-то, то-то. Родители уже не рады этому навигатору. Они говорят, раньше дети ходили, посещали кружки, и был от этого толка. Что сейчас происходит, вообще непонятно. Вот в такой ситуации оказались педагоги дополнительного образования. Будет ли какая-то зарплата, неизвестно. Что с нами решат? Уволят нас всех, продержав полтора месяца на работе, или не уволят. Причем директор детского дома творчества, он пытается сделать все возможное для педагогов. Я знаю, что он ругается с комитетом, с руководителями комитета, отстаивая наши права. Но, увы и ах, там никто никого слушать не желает. Зарплату как не платили, так и не платят. И вообще, кстати говоря, у комитета образования, именно Читинского района, очень много недостатков. И я могу об этом говорить смело, ничего и никого не боюсь. Но пока вот на эту тему хотелось бы всем рассказать.